Слава Украине! Привет всем от Полонского! Россия продолжает самозакрываться, да и не самозакрываться, ее просто закрывают от мира. Знаете, никто не хочет иметь дело с чумным бараком, населенным какими-то людоедами. Так вот, на сегодняшний день Россию вышвырнули, причем с позором, с позорищем вышвырнули из ФАТВ, это с Международной Организацией Противодействия Отмыванию Денег, в котором она была членом, если я так не ошибаюсь, 2003 года. И знаете, членство в котором, обязательное условие для того, чтобы к тебе хоть шли хоть какие-нибудь капиталовложения. То есть, ну, о капиталовложениях и Россия, это две вещи противоположные, никто туда, будучи в сознании, конечно же, никогда в жизни не пойдет. То есть Россия вылетела из еще одного важнейшего мирового органа и остается где-то там на обочине рядом с Эритреей. Даже с Вазеленом не хочет, как оказалось, с ними рядом стоять. Да, но это один момент. Россия это Россия, а Украина, наоборот, прет вверх на всех парах. И надо сказать, что у нас на сегодняшний день нас принимают с раскрытыми объятиями, где только можно. Итак, генсек НАТО только что пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе. И надеются на личное участие Зеленского. Кроме этого, Зеленского пригласили на принять участие в G7. Напомню, что когда это было G8. В свое время потом оттуда с позором изгнали в очередной раз Россию. А вот Украину регулярно приглашают туда на G7 с тем, чтобы оказать нам помощь. Да, мы ждем, конечно же, помощи от этих стран, прежде всего в плане финансовой. Второй момент в плане наказания агрессора, в плане накладывания новых санкций на фашистскую Россию. Таким образом, вот смотрите, НАТО и G7 постоянно приглашают Украину, а Россию выкидывают из последних организаций, где она каким-то образом, каким-то чудом еще находилась. Что, как говорится, нам и нужно было. Слава Украине!